Казахстан Казахстан обратились к премьеру-министру Аскару Мамину с просьбой урегулировать ценообразование в этой сфере. По их словам, увеличение стоимости строиматериалов уже повлекло за собой подорожание жилья. Можелесмены уверены, впоследствии это неизбежно приведет к росту затрат на строительство школ, больниц и других объектов, возведенных за счет госбюджета. Повышение цен на цемент стоимость гипсокартона увеличилась на 10%. Кроме того, производители сухой смеси объявили повышение цен от 10 до 20% на гипсовую штукатурку, шпаклевку и тому подобное. Кроме того, на сегодняшний день в Республике Казахстан в преддверии начала строительного сезона сложился девицит кадров в определенных отраслях. Налоговые льготы, финансовые гранты, субсидии на кредиты и аренду имущества получат казахстанские социальные предприниматели. Соответствующий законопроект представят в Сенате до конца месяца. Об этом заявил спикер Верхней Палаты Парламента Маулен Ашимбаев. Председателю Сената презентовали столичный хаб социальных инноваций. Также он принял участие в открытии детской художественной школы для одаренных детей и социально уязвимых слоев населения. По словам Ашимбаева, вскоре соцпредприниматели смогут получать профессиональное образование, а также консультативную и методическую поддержку. В этом законопроекте мы решаем две важные задачи. Первое, мы даем определение понятию социальное предпринимательство. И второе, что очень важно, мы прописываем ряд конкретных мер поддержки. В частности, налоговые льготы соцпредпринимателям, создание с помощью государственной инфраструктуры для развития соцпредпринимательства, обучение, тренинги за счет государства, ну и ряд других мер. Если это все реализуется в том плане, в котором сейчас находится на рассмотрении, то это будет шикарная поддержка для всех социальных предпринимателей. И она еще сильнее усилит развитие нового тренда. Власти Бишкека на 40% повысят зарплаты дворникам. Долгожданную надбавку люди получат в середине марта. Сколько коммунальщики будут получать за уборку улиц и дворов? Кроме того, за качественную работу будут выплачивать премии. За чистоту из столицы Кыргызстана ежедневно следят около 700 дворников. Для повышения оплаты их труда в бюджет дополнительно включили полмиллиона долларов. Благодаря реформе дворник будет получать минимум 100 долларов. Максимум около 300. Деньги есть. Для этого мы оптимизировали расходы предприятия. Мэрия уже включила в бюджет дополнительные средства. Аномальные холода зачастую приводят к коммунальным авариям, таким как в Новосибирске. Там из-за повреждения тепла Тарасы почти сотни жилых домов остались без горячей воды. Сейчас аварию устраняют. В связи с этим президент Владимир Путин поручил правительству уделять больше внимания теплоснабжению регионов. В марте городе Вуктыл, это в республике Коми, ввели режим повышенной готовности из-за частых аварий на городской котельной. Есть и проблемы с электричеством. Жители несколько недель отопливали квартиры газовыми плитами. В домах воздух едва пригревался до плюс 10. По этому поводу возбуждено уголовное дело. Кроме того, глава республики Коми поручил изучить вопросы завышенных счетов за отопление в городе. Люди страдают от этих аварий. Да, мы аварий, мы сейчас министры докладывали, они носят локальный характер. Но тысячи людей, десятки тысяч людей испытывают не просто неудобства. Некоторые просто попадают в очень сложное положение, страдают люди. Это не может остаться в стороне от тех задач, которые решаются на федеральном уровне правительством Российской Федерации. Нужно здесь наладить тесную работу с регионами на ближайшее будущее. Собственная вакцина от коронавируса появится в Белоруссии. Специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии серьезно продвинулись в исследованиях. Для того, чтобы ускорить процесс, необходимо закупить новое оборудование. Об этом говорили ученые с премьер-министром. Роман Головченко уже познакомился с отечественной разработкой. Пока же белорусам предлагают делать российскую вакцину. Республиканскому научному практическому центру эпидемиологии и микробиологии почти 100 лет. Здесь накоплен немалый опыт по созданию вакцин. Сейчас несколько лабораторий проводят исследования коронавируса. На сегодняшний день мы активно работаем с российской вакциной, в том числе по ее, так скажем, розливу. И это уже ближайшая перспектива. Это март месяц текущего года. Москву наводнили продавцы подснежников. Цветов, которые занесены в Красную книгу. Но забота о природе – это последнее, о чем думают эти предприниматели. На дорогах Москвы настоящий цветочный рынок. Стоит попасть в пробку, как продавцы подснежников буквально атакуют машину. В Краснодарском крае уже вовсю цветут первоцветы. Первые бутоны появились еще в конце декабря. Оттуда и везут основные партии. Одни собирают в лесу, вторые вяжут в букеты, третьи продают. Масштабы огромные. В Сочинском национальном парке даже объявили операцию «Первоцвет». Небольшой букет на трассе стоит 500 рублей. За рабочий день на одной точке браконьеры продают около 20 букетов. Никаких документов на цветы, разумеется, нет. Штрафы незаконных торговцев не пугают. Им проще заплатить, чем потерять клиентов. Штраф рискуют получить и покупатели первоцветов. Один букетик может обойтись в 5000 рублей. Однако приобрести подснежники легально все-таки можно. У некоторых компаний, в основном зарубежных, есть специальные парники и плантации для выращивания первоцветов. Такие цветы под запрет не попадают. Но и стоят они в разы дороже. Проверить документы по телефону или через интернет, конечно, сложно. Но потребовать их покупатель имеет полное право. Нижняя палата Конгресса США одобрила с перевесом в 10 голосов 220 за, 211 против. Пакет помощи американской экономики. Объем мер составил почти 2 триллиона долларов. Американский президент приветствовал принятие закона проекта, который предполагал в частности и предоставление прямых выплат размером 1400 долларов 80% налогоплательщиков страны. Принятый документ предусматривает создание 7 миллионов рабочих мест. Однопартийцы Байдена проект одобрили. Республиканцы проголосовали против его принятия. Джо Байден занимает кресло президента 50 дней. Он расценил итоги голосования как жест поддержки миллионов американцев. Байден также подчеркнул, что подпишет документ в пятницу, то есть сегодня, и он сразу же вступит в силу. Один из пунктов будущего закона продлевает право безработных на получение пособия вплоть до сентября месяца тем, кто оказался на бирже труда. Предлагается выплачивать 300 долларов еженедельно. Если экономика возвращается, если прививочная кампания идет вперед, если выход из пандемии не за горами, если все указывает на грядущий рост, то зачем нам тратить триллионы? В законе учитывается необходимость инвестиций в продолжающуюся вакцинацию, в диагностику. Эти деньги дадут возможность открыть новые прививочные пункты, что в свою очередь позволит вернуться к очному обучению в школах в безопасных условиях. Принятие документа было сделано в общенациональных интересах всей страны, всех ее жителей. В Турции прошла торжественная церемония, посвященная началу строительства третьего блока атомной электростанции АККУЮ, проекта корпорации Росатом. В режиме видеоконференции в церемонии приняли участие президент Владимир Гуден и Раджеп Ардаган, которые дали старт укладки первого бетона. Атомные электростанции возводятся на южном побережье Турции, в провинции Мерсин. Всего будут построены четыре энергоблока. Строительство четвертого энергоблока начнется в 2022 году. Ввод станции в эксплуатацию, который намечен на 2023 год, позволит обеспечить 10% от потребностей Турции в электроэнергию. Пандемия COVID-19 привела к снижению годовой прибыли испанской компании Inditex более чем на две трети, что составило 1 миллиард 1 миллион евро. Дело в том, что многие из магазинов мирового лидера в сфере розничной торговли одежды были вынуждены закрыться. Кризис усугублялся и тем фактором, что Inditex традиционно уделяла основное внимание модной стильной одежде, а не той, что люди обычно носят дома или на отдыхе. При этом до начала пандемии всего около 14% своих товаров группа продавала через интернет. В результате продажи компаний, владеющей такими широкими известными брендами, как Zara и Massimo Dutti, за 2020 год убали на 28%, что составило 20,5 миллиардов евро. А вот продажи наборов Lego выросли в 2020 году на 21%, так как из-за пандемии все больше детей оставались дома, а родители, чтобы развлечь их во время карантина, охотно покупали красочные пластмассовые кирпичики, из которых можно построить что угодно. Частная датская компания сообщила, что ее присутствие на 12 крупнейших мировых рынках значительно возросло, а чистая прибыль выросла на 13% и составила 1 миллиард 600 миллионов долларов. Помимо своих традиционных наборов, Lego продает также приложения для видеоигр, которые также пользуются сейчас повышенным спросом. Компании наряду с интернет-магазинами и технологическими гигантами входят в группы тех предприятий, которые неплохо заработали на фоне массовых потрясений. В прошлом году вырос и рынок настольных игр, что связано со стремлением к цифровой детоксикации. Продажи пазлов для взрослых увеличились примерно на 50%, а число проданных настольных игр – более чем на 20%. Продолжение следует...